ВОЛШЕБНОЕ Кольцо 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 это в ступку порезать лук. Позвольте. Позволяю. Хотя, конечно, сейчас уж, когда в перчатках раньше... Как нужно в ступку порезать лук? Лук нужно порезать очень мелко. Очень мелко. С вашего позволения я это делаю. Позволяю. А пока Иван мыкается, мыкается без лука. Два гаджета сразу. Да вы что? Вы берете вот так вот, бах, и можете вообще ничего не делать. Я понимаю, все уже так. Смотрите, тут все уже придумал для нас. Какой-то прекрасный народ. Может быть, это правда женщины выдумывают, чтобы завлечь мужчин? Мне кажется, это выдумывают мужчины, которые на кухню... И ногой. И ногой. Вот поверьте мне. Вот такая штука. Вещь, конечно, хорошая. А вот это, между прочим, тоже, кстати, гаджет. То есть научный выбор. Это уже просто напоминает черти что. А смотрите, вот очень удобно. Взять, чтобы не скользило. Держишь и нарезаешь. И пальчики не нарезаешь. Подождите, все, подождите. Знаете, для этого все то же самое. Мелко-мелко-мелко-мелко. Все то же самое, но... Вот вы гений. Так режут только профессионалы. И вы взяли профессиональные ножки. Да ничего профессионального в этом нет. Просто немножко обык. Нет, он гений. Нет, он точно гений. Между прочим, режет правильным ножом. Нож должен быть огромный с закругленным лезвием. Что такое? Вы молодец. Я клянусь, я вам вот в чем хочу покляться. Я первый раз, первый раз я надел резиновые перчатки здесь. Вы можете себе представить? Это не резиновые перчатки, а хирургические. Как вы неуважительны. Я же понял, ну простите, хирургические. Я скользил сейчас. Значит, мы кладем сюда лук. Обязательно мелко-мелко-мелко-порезанный. Чуть-чуть соли. Такие помидор же нам, наверное, нужно еще туда положить. Погодите, погодите, всему свое время. Чуточку, капелечку соли, буквально в чистом намеке. Дальше мы должны взять наш этот чудный пистик и вот так вот долбить его. Могу, да? Можете. Чтобы сок выходил? Да, чтобы чуть-чуть вышел сок. Мы должны растереть соль с луком. Тогда соль даст сок. Дальше мы берем помидор. Помидор мы тоже должны нарезать. Простите, пористая ступка, по-моему, лук в нее втирается. А мне кажется, между пористами, нет, он не вотрется, но, во всяком случае, соком она пропитается. Это тоже. А что, что неплохо, кстати. Что-то хорошо. А, наверное, если есть ступка вот такая в семье, то ее, наверное, даже мыть не надо, чтобы она... Вот все-таки надо, как-то медицина, она не примирится никогда. Не то я женщину сказал, что что-то нужно не мыть. Точно. Дальше мы мелко-мелко-мелко нарезаем помидоры. Посмотрите, Лен, вот так? Да, гениально, я вам еще кидану. Так, мелко нарезаются помидоры. Я прошу поаплодировать Елене Малышу, которая удивлялась, удивлялась, а потом не менее профессионально все и нарезала. Да ладно, ладно, рассказывайте. Теперь смотрите, дальше мы делаем простую очень вещь. Дальше мы бросаем сюда помидоры. Так. Прямо со шкуркой же, да, Майкл? Да, бросаем сюда авокадо. Авокадо. И наступает драматический момент, потому что надо порезать перец чили. Так. Все знают, что он ядовитый до предела. Поэтому вообще все зависит от вашей любви. Если ваша семья совершенно такая, огнеедов и огнедышащие, можете хоть целый стручок, как вам больше. Нет, я думаю, что зависит от перца. Мне кажется, самые страшные, это маленькие самые перчики чили вот эти. Да, наверное, они самого... И зернышки дают самые... Вот тут аккуратно. Яд вот этот. Тут хорошо, что вы в очках, потому что тут же главное, что глаза же еще не пропадут. Да, да, да. А вы, кстати, вот вы не представляете, дело в том, что и от лука, и от... Перца может быть страшнейший ожог. Не-не-не-не, выделяется сернистый газ, он смешивается со слезой. И когда мы плачем, мы плачем серную кислоту? Когда мы плачем от лука, то да, мы растворяем серную кислоту. Вот почему говорят некоторые мужчины, что теща плачет кислотой. Так получается, так и есть. Значит, научно это доказано, друзья. Не то слово. Так, значит, Елена, я пока еще ничего не делаю, да? Или могу? Не-не-не-не, вот здесь уже все, пестик больше не нужен. Дальше мы только все разрушим. Теперь надо очень мелко нарезать перец чили. Почему мелко? Да, потому что если вам попадется крупный кусочек, вы полезете на стенку. Но что позитивного в том, что человек полезет на стенку? Что мышцы позвоночника будут вытягиваться. Конечно, это рукой. Хотя это тоже плюс большой. Ну, конечно, да, я понимаю, да? Что-то мне кажется, что он не ядовитый, Вань. Может, вы попробуете? Я могу попробовать ради вас, я готов попробовать. Давайте. А я расскажу, что сейчас будет происходить с Иваном. Да, давайте. Ну, в вашем присутствии мне не страшно хоть что попробовать. Конечно, сами ногу сломаем, сами и вылечим. Не сильно? Не чили? Вот смотрите, раздражаются рецепторы горячего. Выбрасываются белые клетки крови, которые сейчас приводят в напряжение вашему лицу. Это как пороги в большой районе. Абсолютно точно сейчас, да? Ну что, добавляем? Знаете, вот сейчас уже проходит эффект, то есть он не ядовитый. Можно еще чуть-чуть, да? Потому что вообще в лакомоле должно быть такое хат, как говорят американцы. То есть горячее, горячее, да. Тогда еще чуть-чуть подбарить. А вот скажите, а говорят, что вот знаете... Они лгут. Ну, подождите. Говорят о том, что вот все-таки острое. Вот насколько полезно это блюдо? Острое полезно. Это одно из нас. Острое ничего плохого не делает, за исключением людей, у которых есть какая-то патология желудка. А для здоровых больше ничего не надо. Подождите, а как же один из главных ингредиентов гуакомоли – лайм? Авокадо? Лайм. Вот лайм не является ингредиентом гуакомоли. А что вы? Только в России пишут «добавьте лимон». Но у нас и коньяк пьют с лимоном. Это возмущает мировое общество. Просто то, что количество, в которых у нас пьют коньяк, не взмущает. Моя общественность в коме. А я знаю людей, которые садятся, наливают тарелку супа, бокал коньяка и начинают обедать. Поэтому давайте мы в вашем рецепте добавляем. Слушайте, хотите добавить? Нет, не хочу. Давай мы не дочим. Я бы хотел, нет. У нас авторский рецепт. Лен, да вы что? Единственное, конечно, авокадо должен быть очень зрелым. Смотрите, вот это самый главный момент гуакомоли. Ни в коем случае не надо это… Вот они делали это. Хрустящий авокадо. Знаете, как делали? Можно я покажу? Смотрите, они брали две ложки. Мексиканцы. Абсолютно точно. И вот так вот прямо. Он совершенно мягкий. Да, он совершенно другой. Он получается по-другому перемешивается. Теперь смотрите, как это едят мексиканцы. Мексиканцы едят это с кукурузными лепешками или с кукурузными чипсами большими. Да, да, да. У нас лепешки есть, но не мексиканские, так что эта опция у нас присутствует. Но я ужасно люблю с черным хлебом. Причем обязательно поджаренным в тостере, чтобы хрустело. Поэтому хлеб у нас жарится, а в гуакамоле готов, он прекрасен. Прекрасен. Мы его оставляем прямо здесь, чтобы все было аутентично. Аутентично. Хлеб у нас жарится. Ждем, когда поджарится хлеб и уходим на рекламу. Иван. Первый раз меня попросили, вы видите на рекламу, а не я. Так, друзья, Елена Малышева уже приготовила с помощью хирургических перчаток и моих рук. Хирургических перчаток. Да, руки в хирургических перчатках, гуакамоле, жарится хлеб. Леночка, я вас на секунду оставлю. Друзья, короткая, маленькая рекламная пауза, после которой мы вернемся, вы узнаете, что желатин в переводе с белорусского означает, как же я хочу посмотреть медицинскую программу на Первом канале. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит, знает, чем он подлечится. Есть и сало, и горчица. Дорогие друзья, с вас на Первом канале у нас в гостях сегодня Елена Малышева. Реклама без микробов закончилась. Мы в хирургических перчатках, гуакамоле настоялся. А мы что готовим? Значит, и так это блюдо у нас будет что-то типа горячего, хотя, конечно, это скорее закуска, но мы не будем ее пить с алкоголем. Ни за что. Теперь мы сделаем молниеносный десерт. Нам нужны груши. Раз. Второе. Ежевика два. И нам нужно буквально-таки одно яблоко, немножко сыра и фельдериль. Что мы делаем? Грушу разрезаем пополам. Ее можно почистить, если вы хотите. Можно не чистить. Ванечка, разрезайте грушу пополам. Я думаю, что чистить ее, ну, спелая груша. Я против, потому что в кожице все самое полезное. Грушу разрезаем пополам. Удаляем из нее серединку. Лучше всего это сделать ложкой или ножом. Да, она достаточно мягкая, поэтому вот мы это все спокойненько и... И сразу красиво выкладываем на блюдо, вот сюда. Раз. И сюда вторую половинку, два. Сейчас, секунду. В серединку кладем ежевику. Прямо целыми яблоками. Это, кстати, все просто и красиво. Дома можно готовить с детьми, потому что для детей это будет увлекательное занятие. Так. А теперь нам нужно сделать такую пасту из тертого сыра. Так. Я прям, знаете, как советую тереть сразу в глубокую миску, чтобы не растереть. А у нас здесь вот такая. А, прекрасно. Трем сыр раз. В равных пропорциях. Единственное исключение сельдерея. Не все люди его любят, потому что у него специфический вкус. Но все, кто хочет похудеть, должны грызть сельдерей до умопомрачения. Может, килограммами сельдерея. Абсолютно. Потому что сельдерей, его называют во всем мире все врачи калорий-минус. Когда организм его переваривает, он тратит на это такую уймящую силы калорий, что это всегда больше, чем вы съели с сельдереем. Поэтому сельдерей по вкусу. Туда же, да? Туда же, да. И яблоко. И, Вань, я, конечно, принесла еще один гаджет, который сама очень люблю. Гаджет, повторяю, для тех, кто не запомнил. Это научные выдумки. Которые, ну, вроде бы невеликая наука. Но если задуматься, насколько эти гаджеты облегчают женскую жизнь, то это величайшие достижения, сделанные величайшими людьми. Что мы делаем? Насаживаем вот сюда вот яблоко. Матушки мои. Матушки мои, батюшки. Это что ж такое? А дальше вы просто вот эту штуку крутите, сейчас она опустится к яблоку и начнет его чистить. Ужас какой. Подождите. Вот. Вот, пошло-поехало. Ну что ж за ужас? Прошу. А я буду банально тереть на терке. Знаете, это напоминает инструмент пыток из рассказа Джани Радари. Это плохо. Найти вам еще одно. Так все. Все что ли? Да. Конечно, все яблочко почищено. Я же вам обещала солнце над программой СМАК. Да. Теперь крутите эту штуку, она сама в нужный момент прикоснется. Она сама знает, да? Она все знает. Вы подумайте. Посмотрите. Просто правда. Так, все, я это сниму. Вот это же не... Это надо отрезать. Но это надо вырезать все равно. Это мы просто чуть-чуть вот сейчас уберем. Потому что вообще любое гниение – это грибковая инфекция. Мы так ставим вопрос. Не обступайте. А как же сыр с плесенью? А сыр с плесенью, между прочим, это именно, что грибок пенициллиум, который специальными шприцами вводят вот в такой вот сыр. И плесень – это грибок. Грибок ест то, на чем он сидит. Она начинает поедать сыр. Вот эти голубые штуки образуются. И вот этот необыкновенный вкус. Но это пенициллиум-грибок. Так что тут с вашим здоровьем... Полезный грибок. Мягко говоря, вообще сверхполезный. Так. Так, теперь надо потереть яблочко. Сюда же, да? Да-да-да-да-да-да. Как уже это все освободили? Да. Значит, паста состоит из сыра. Из фельдерея и яблока. Вы можете сделать ее любой степени гомогенности, как хотите. Красота после нашего гаджета, Вань. Да просто не говорите. Это же не в шкурке вообще все делают. Слушай, а вот это, это же можно детям делать в костюм водяного. Сыпайте. Так, да-да-да, простите. Оп, хватит? Вполне. Вполне, спасибо. Так, теперь, значит, мы готовим наш... Все смешиваем. Я вот это все ненужное уберу. И нам нужен ноль-процентный йогурт. Вообще, мы всех агитируем. Мы в программе «Здоровье» и в программе «Жить здорово» использовать не майонез, не сметану, а ноль-процентный йогурт и ничего больше. Да, это он. Значит, вот это лучший сын. Судя по-другому выглядит, это даже не ноль-процентный, это минус 2%. Вот, смотрите, мы делаем такую милую пасту. Милая паста. Между прочим, в России... Милая паства можно... Хорошо. А в России, между прочим, почти все ожирение майонезное. То есть наши люди, они майонез едят вместо еды. Милая паста, давайте я вам скажу. Я майонез, например, практически не ем, потому что в городе, откуда я родом, все-таки фабрика Урицкого доминировала над заводом. Да ну ладно, у вас доминирует Эрмитаж. Все, кто стоит рядом с питерскими, все себя чувствуют малообразованными. Ну, перестаньте. Без культуры. Да, ну перестаньте. Вы думаете, вот простите жители Петербурга, что они много ходят в Эрмитаж? Да вы что? Да я вас умоляю. Мне кажется, что... Хлеб заводы, мясокомбинаты. Нет, Вань, клянусь вам, даже когда я слушаю то, что вы говорите, я чувствую, где-то там огромный толстый милый тур. Я думаю, вы мне подвезли, что мы позвоночные грязи намекаются в этой салютой. И она на том месте, которое вы нам показали. Итак. Ванечка, смотрите, теперь мы должны аккуратными горками... А достаточно тут ем, это вы думаете? Ну, это по вкусу, но, в принципе, надо, чтобы это не растеклось. Не растеклось. Ну, в принципе, это же такие, это же все очень... Йогурт должен быть связующим звеном. Абсолютно точно. Значит, вот тут и вот тут делается горка из этой пасты. А могу ли я сделать что-то руками? Да, да, конечно. Мы же с вами в хирургических перчатках, стерильность просто зашкаливает. Так. Так. И? И еще одна горочка. И еще одна горочка. Так. Когда мужчина за столом, это все так нежно и трогательно. Готовит, я имею в виду, готовит за столом. Когда мужчина за столом нежно и трогательно 400 граммов наливает. Вы знаете, что забыли? И нам надо такие, наши лодочки. А, вот оно что. Так это такой полуовощной получается, раз в салатные листья, да? Да. Ну, он такой с фруктами. Давайте, может, оторвем вот эту часть. Давайте, ту, которую негибкую. Вот эту мы просто ее раз, вот так вот сделаем. И вот так вот будет все уже прекрасно. Раз. Раз. Убираем. Вырезаем. Ну, подровняйте только. Оп. Не надо. Дальше вот это. Так. Так, теперь, по сути дела, мы сделали все. Это уже готово к употреблению. Но нам необходимо посыпать это и украсить чем-то. Чем мы можем посыпать и украсить? Первое. Орешками. Вот тут я уже начинала их. У вас это, кстати, тоже гаджет. Да. У вас гаджетов маловато. Ну, этот мы нашли. Так вот, вы, собственно, тут уже сделано. Значит, мы орешки измельчили. Вот так вот. Такая крупность вас устроит? Чуть-чуть еще можно? Мы орешками должны посыпать, а украсить просто чем хотите, тем и украстьте, друзья. На ваш вкус. Так. Так, теперь берем вот так вот и посыпаем. Так, посыпаем орешками. Давайте. Вот здесь? Не-не, ну, как хотите. Но вот эти надо посыпать обязательно. Так, чтобы такая как бы была пороша. Так. Ореховая пороша. Все, мы все засыпали. Последний штрих, можно там какую-нибудь дольку сливы или всего, чего красивого вам хочется сюда уложить, можете уложить. И, по сути дела, наше блюдо, вот это, десертное, будет готово. И нам остается единственный хит, друзья. Приготовить мороженое за одну минуту, не имея машины для мороженого. Сейчас у нас сейчас будет такое? Сейчас у нас такое будет, Иван. Сейчас тогда подождите. Вот это мы еще, гуакамоле готово. Готово. Поаплодируйте, друзья. Такой десерт готов тоже у нас. Ну, какой он полезный, это же чувствуется. Это, мягко говоря. Ну, что же. И последнее, что мы сделаем, это мороженое. Ну, подождите, оставьте маленькую ниточку. Оставлю этот секретик. Секретик. Друзья, Елена Малышева сегодня на нашей кухне. У нас короткая, короткая реклама, после которой мы вернемся и узнаем, что орегано в переводе с мексиканского означает... А ты не видел мои рентгеновские снимки? Вам, Достоевский, мы заменяем виселицу на каторгу из программы «Жить здорово». Дорогие друзья, СМАК на первом канале. У нас в гостях Елена Малышева сегодня. И мы вместе с Еленой Малышевой приготовили уже два блюда. Они уже готовы. Но у нас остался совершенно забойный финал. Вы знаете, сейчас сбежались люди, домочадцы, все те, кто нас смотрят, потому что пошел крик над страной. Мороженое готовим за минуту. Мороженое готовим за минуту. Я не знаю, выйдет ваша программа раньше, чем мы это показываем в «Жить здорово» или мы выйдем раньше, но... Значит, смотрите, у вас нет ничего абсолютно дома. Кстати, у нас разные зрители, мне кажется. Потому что вас смотрят красивые, молодые, подтянутые люди, а нас смотрят люди, как говорится, заплывшие. Ну ладно, хорошо, что у нас и вас смотрят. Это уже большое счастье. Итак, смотрите, у вас дома нет ничего, кроме сока. Потому что мороженое, естественно, мы будем готовить высоко полезное для здоровья. Но что нужно? Не на бараньем жиру. Боже, спасибо. Что нужно? Нужно, первое, лед. Второе, соль. И третье, соль. Все, больше ничего не надо. Вот смотрите, лед. Берите большой. Так. Берем лед. Много ли? Погодите, погодите. Дальше нужен... Подождите, Ванька, подождите. Теперь нужен сок. Так, где наш сок? Подождите, сейчас достанем. Сок. Вот сок. Сок наливаем в маленький пакетик. Дай на сок. Сливайте. Так. Хватит. Так. Пакетик, если у вас есть пакетик, который застегивается, это идеально. Но если нет, то и ладно, мы вот так поступим по-простому. Завяжем его. Теперь берем пакет большой. Так, вот он. Он у нас такой неказистый, но вы уж нас, простите, как будто дома. Кладем туда лед. Так, кладем туда лед. Ой. Аккуратно, аккуратно. А там, наверное, пример. Сейчас, естественно, делаем. Вот, вот, вот. Нужно много льда? Да, вот этот весь. Секунду, секунду, секунду. Сейчас мы его... Одну мяточку. Простите, немножко. Долбите. Немножко челенгарщины. Ах, продирайте, сходь, нет. Ну, хоть что-то мы уже наковыряли здесь. Потом вот это тоже. Подождите, это я нам в стаканы, чтобы мы могли вы... Это нам в стаканы. Подождите. Так, так. Лед прям у нас пример с нами. А он потому что, видимо, сначала полет. Давайте стуканем. Нет, я знаю, что нужно сделать. Только не воду. У нас прямо тут на разрыв все. Ваня, да подождите, смотри. Да вот это. Я боюсь, что сейчас, знаете что, что мы вместе со стеклышком. Во, ну вот видите, все. Да прям целым. Прямо так. Так. Не тратим время. Не тратим время. Так, Елена. Итак, мешок льда. Стакан соли. Прям стакан соли? Что делает соль? Она снижает температуру еще сильнее. И сюда забрасываем наш текучий сок. Завязываем. Сейчас начинается самое основное. Ровно одна минута назад. Вот так вот трясти. Трясите. Надо засечь минуту. Засекайте. Ага. Сильнее, вы не дотряхивайте. Что-то у меня как-то течет. Нет? Подождите, дайте я буду трясти. Он дырявый. Лена, подождите, он дырявый. Еще один пакет. Сладите его сюда. Сюда, сюда. Срочно его теперь уже. Я сейчас так его потрясу. А ну-ка, сюда иди. Надо трясти без пауз, Вань. Ровно минуту засекайте. Лена, это холодно рукам-то. Давай плохо трясу. Подождите, подождите. У меня свои хирургические перчатки здесь. Вот так за краешки. За краешки, да. Не цепляйте. Не цепляйте. Ах, мужчина, они слабоватые. Ну, конечно, но я не хочу потом с обмороженными руками ходить и говорить. Серьезно, серьезно. Я мороженое сделал 20 грамм. Давайте, давайте. Видите, он уже прорывается. Подождите. Дайте, дайте я с вами. Дайте пакет. Подождите, Лена, у вас гулка нарядная, мне-то все равно. Я клянула. Что такое? Подождите. Порвали. Боже, мы просто в мыле. Если оно не получилось, оно получилось. Наблюдайте. Аплодируйте, друзья. Так, сейчас надо сменить перчатки, потому что это какой-то ужас. Давайте, я сейчас быстро сделаю... Смена перчаток. Наведу уборку. Отойдите, медбрат. Так, подождите, подождите, подождите. Где мое мороженое? Дайте сюда, кроечное. Да, Юва, я понимаю, что оно не мое, естественно, ваше. Кто где? Конечно, я скакал с этим пакетом, но мороженое ваше так всегда было. Он скакал, кто это видел. Понимаете? Кто тут еще скакал, обскакивал, вопрос. Подождите, подождите. Смотрите, вскрываем пакет, берем ложечку. На самом деле, это сорбет. Сорбет, так. Ну, на самом деле, Вань, вот шутки шутками, ну, смотрите. Дело-то идет к правде. Вот сюда. Раз. Это какая-то ерунда. Это феерия. Я не понимаю, когда произошло. Это произошло физически. Где Игорь Кио? Я не понимаю, что происходит? Это Кио, это физика вообще высокая. На службе, на службе простой домохозяйки. Итак, смотрите, мы сделали гуакамоле. У нас поджарился хлебушек. Мы его выложим. Мороженое, ну, как такое может быть? Ты думаешь, что? У нас есть чудесный фруктовый салат, лепешки и сорбет. Друзья, давайте аплодировать. Что тут все? А давайте попробуем хоть что-нибудь. Давайте уже в конце концов. Давайте начнем. Мы можем ложечкой, да? Значит, вот так вы хотите, прямо сюда? Как вам лучше? Хотите лепешку, хотите на черный хлеб? Я хочу, как вы мне рекомендуете. Я ем черным хлебом, но мексиканцы не в курсе. А мексиканцы не в курсе, что существует на земле черный хлеб. Они же думают, что кроме кукурузы вообще ничего не существует. Понимаете? Кроме кукурузы и песен... И авокадо. И авокадо, да. И еще и текилы. Да, текилы – это вещь. Так, теперь чисто... Вот. Вырвалось. Вырвалось. И ради этого у вас... Да, текила – это вещь. Жить здорово. С маки на первом канале. Тогда лучше у нас здоровье. Текила – это вещь здоровья. Все. А этого нам достаточно. И теперь, знаете, завтра с утра вот выйдете... Знаете, Вань, вы должны попробовать сорбет, потому что мы так необычно его приготовили, что это того стоит. Он растает. Просто остальное мы уже ели сто раз. Ну, по-моему, прелесть. Вообще, без сахара, без всего. Без всего. Друзья, пообладим. Чудо. Слушайте, ну давайте я быстро расскажу рецепты, потому что это важно. Примитивно просто. Вы меня поправляйте, если я ошибаюсь. Давайте. В лакамоле. Берете лук, мелко режете, растираете в ступке с солью. С капелькой с солью. Да. Добавляете туда мелко... Порезанное, не мелко, но достаточно. Авокадо и мелко порезанное кубиками помидор. Да? Самое главное, перец чили. И перец чили, чуть-чуть. Это основа основа. Да. И после этого все это аккуратно двумя ложками смешиваете и одновременно рубите. Дальше. Десерт. Груши, ежевика и... Такая паста. И паста, да. Из яблок, тертого сыра и тертого сельдерей. Значит, тертый сыр, тертый сельдерей. Яблоки смешиваются с процентом нулевой жирности, процентом йогурта. Да? А выкладывается. Сверху посыпает все орешками. Ну, разве это не жизнь? Вот это не жизнь. Это вы же для сока налили, небось, нам? Нет, вообще я хотела сюда налить воду, потому что, когда вы едите какие-то перченые мексиканские блюда, всегда в мексиканских ресторанах дается айс-вода, вода со льдом. А, кстати, Елена, вот скажите, когда острую пищу ешь, вот чем вот это вот жжение? Вода со льдом. Вода со льдом, самое лучшее. Ни чаем, ни... Ну, абсолютно, вода со льдом. Некоторые ошибочно полагают, что вот водка, ну нет же. Нет, эти люди не правы. Эти люди не правы. Леночка, у нас есть для вас подарки. Ну, не сейки. У нас есть для вас подарки, и я несу для вас. От нашего спонсора, корзина цейлонского ароматного чая Акбар. Чай Акбар, нестекаемый источник бодрости, энергии, хорошего настроения. Это все для вас. Друзья, поаплодируйте. Елена Малышева сегодня у нас в гостях. Друзья, спасибо огромное. Увидимся мы с вами, друзья, теперь уже в следующий раз. И вы узнаете, между прочим, что в Кемале в переводе с польского означает «Я лечусь иглоукалыванием». До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.